МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Пожарные оперативно выехали на место, и огонь удалось локализовать. Погибших и пострадавших происшествий нет. Выясняется и причина возгорания. Подробности этого происшествия мы постараемся выяснить уже завтра. Подозреваемого в педофилии ловили всем двором. Сегодня около 7 часов вечера на улице партизана Железняка в районе дома 9В был задержан мужчина. По словам жителей, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Он схватил двоих детей и потащил их на берег реки. Остальные ребята, свидетели ситуации, не растерялись и позвали родителей, которые, в свою очередь, самостоятельно задержали подозреваемого и вызвали полицию. Ребятишки начали рассказывать. Схватил девочку Свету какую-то за волосы, второго мальчика Жорку схватил на руки и понес под яр. Вот и все. А мальчишка второй, третий, в пиджачке такой. Ну, кипиш поднял, побежал за взрослыми и как бы всех тут вызвал, всех как бы их оттуда, туда-сюда, а он как-то спрятался. Мне звонок на телефон. Надька звонит, то есть, ну, знакомая. И говорит, Оля, бегите во двор. Говорит, то есть, как бы, ну, такая вот ситуация. То есть, говорит, задержали, говорит, педофила. Вот, говорит, лежит, говорит, возле подъезда и так далее, и тому подобное. То есть, мы подошли, вот он, он лежит лицом в пол. Ну, конечно, страшно, просто страшно. Шокированные родители, которые не ожидали такого случая в своем дворе, хотели совершить самосуд над мужчиной до приезда полицейских. Понятно, что, ну, просто хотелось, ну, удавить. Он маленький такой, плюгавенький. Он садил еще девочку одну себе на колени. У него был этот коктейль, он заставлял ее пить этот коктейль, вроде как, я не знаю, ну, как ребятишки рассказывают. Целовал девочку. За деньги предлагал раздеться ей. Полицейские отвезли мужчину в ближайший отдел для допроса. Туда же отвезли и свидетелей, родителей, и детей для дачи показаний. Подробности этой истории мы постараемся рассказать уже завтра в вечернем выпуске новостей в 20.00. Ну, а пока продолжаем выпуск. Вместо раскаяния семье погибших чек на 150 тысяч рублей. Сегодня в железнодорожном суде выслушали свидетелей по делу Дмитрия Когана. Напомню, второкурсник медицинского университета, он сегодня полностью признал свою вину. В августе прошлого года в центре города сбил двух девушек на пешеходном переходе. Свидетели говорят, это была так называемая игра в шашечки на пустой дороге, которая привела к необратимым последствиям. Репортаж далее. Вторая машина девятка ехала специально следом, друг за другом. Вторая машина девятка пыталась не отстать от первого места, да? Да, совершенно четко, да. Сначала они подрезали Татьяну Космачеву. Через пару минут на перекрестке Ленина-Горького один из автомобилей, за рулем которого был второкурсник Дмитрий Коган, врезается в Шкоду и сбивает пешеходок. Подробности громкой трагедии раскрывают впервые сегодня на суде. Студенты-медики, по словам очевидцев, на пустой дороге играли в шашечки, резко перестраиваясь из ряда в ряд. И, возможно, поэтому один из них не увидел пешеходов. Одногруппник Когана рассказывает, успел затормозить на красный, а друг нет. Он, получается, проехал дальше потом, а я остановился. В тот момент на зеленый по светофору шли две красноярки. 16 и 32 лет. Они погибли на месте. 18-летний Коган на личном автомобиле, как установило следствие, ехал по центру со скоростью 79 км в час, вместо положенных 60. В течение 25 минут гособвинитель зачитывает травмы, от которых пешеходы скончались. Слушателям в зале становится плохо. Ушиб вещества правой височной доли. Закрытая тупая травма грудной клетки. Полные поперечные переломы. С 8 по 11 переломы справа по околопогоночной линии. 8-10 по лопаточной линии слева. Ну вот вы сами слушаете сейчас? Вам не страшно? Нет, я не могу. Но я вам ничего не отвечу. Мне хочется услышать вашу позицию. Вы не услышите. Вам самому не страшно от тех вещей, которые сегодня звучат в зале? Скажем, может, пройти. Вы можете такие же действия совершить. Такое ощущение, что у вас даже нету сожаления никакого. Это вы-то процеду. Это вы-то процеду. Я не осуществлюсь. Смирься. Сделали за Чикатио и все. Потом в зале суда сын руководителя одной из больниц города скажет, что хотел бы извиниться перед родителями. Но за 9 месяцев расследования этой аварии, говорят родственники погибших, от обвиняемого не было никаких действий, кроме затягивания дела. Родителям звонил адвокат Дмитрия Когана. Бабушка просила не портить жизнь внуку. И вот недавно, перед началом рассмотрения дела по существу, сам Дмитрий решился на примирительный жест. Перевел деньги отцу одной из погибших. Мне пришел перевод на сумму 150 тысяч рублей от Когана. Ни комментариев, ни звонков. По-человечески это не так делается. И не вовремя. Потому что это когда стало горячо, я так понял. Поэтому все средства хороши. Здесь правильное будет назначение именно такого наказания, именно в виде лишения свободы. А какие-либо финансовые, никоим образом не вернут к нам дочь. За смерть своих дочерей родители настаивают на максимальном сроке. Это 7 лет лишения свободы. Материалы уголовного дела занимают 4 тома. Сегодня заседание шло почти 6 часов. Завтра продолжат допрашивать свидетелей. Сам студент-медик Дмитрий Коган объяснений в суде пока не давал. Юлия Мавшевич, Андрей Синченко, Новости ТВК. Очередные проверки, возможно, пройдут в компании Краскома. Об этом сегодня заявили депутаты городского совета. Народные избранники направили запрос в прокуратуру с просьбой проверить жилищно-коммунальную компанию на возможные нарушения. Депутатов интересует, куда делись 2 миллиона рублей, которые выделили Краскому из бюджета города в 2009 году на техническое перевооружение котельной на аэровокзальной 9А. Напомню, дело в том, что уже в 2012 году по документам эту котельную снесли по причине стопроцентного износа. Второй запрос от народных избранников в надзорный орган проверить, куда исчезли 22 миллиона рублей, которые также были выделены предприятию из городского бюджета на усовершенствование котельной по улице Малиновского. Дело в том, что через год Краском заявил, что сделал эти работы на собственные средства, которые впоследствии заложил в тарифы. Кроме этого, депутаты направили письмо и главе города Эдхаму Акбулатову. Мы будем сейчас направить письмо главе города настаивать на том, чтобы пересмотрели условия договора и создавали на уровне муниципалитета какую-то такую же компанию, которая будет работать уже в интересах, больше в интересах города. Прокуратура может заинтересовать и величина арендной платы за водозаборы, которые принадлежат городу. Так, с 2006 года Краскому были переданы в пользование 7 водозаборных сооружений. За их аренду в 2014 году жилищно-коммунальная компания заплатила 12,7 миллионов рублей, то есть в среднем по 2 миллиона рублей в год. При этом тот же Краском берет в аренду один водозабор на острове Отдыха у коммерческой компании. Ее руководитель напрямую связан с собственником Краскома. В конце 2012 года годовая цена арендной одного водозабора составила 32 миллиона 400 тысяч рублей. То есть получается, что в городской бюджет Краском за все 7 водозаборов платит столько, сколько за один водозабор в коммерческой структуре, связанной с руководством компании за 5 месяцев. Проверяют следователей и водоканал в Хакасии. В республике арестован бывший вице-мэр Красноярска Александр Голышев. Об этом сообщают в Следственном комитете республики. Бывшего чиновника мэрии задержали в ходе расследования уголовного дела в отношении экс-директора Хакрес водоканала Олега Базиева. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, действуя в составе организованной группы, Александр Голышев создал учреждение ООО ФКК «Бизнес-система». С ним глава Хакрес водоканала подписал 9 фиктивных договоров на оказание услуг, стоимость которых более 110 миллионов рублей. Бывший чиновник свою причастность к преступлению не признал и отказался давать показания. Напомню, что в начале 90-х Александр Голышев был начальником комплекса «Главтоннельмедстроя» и отвечал за начало строительства метрополитена в Красноярске. А с ноября 2005 по мае 2006 занимал пост первого заместителя главы Красноярска Петра Пимошкова. С января 2009 по январь 2011 года Голышев был зампредседателя правительства республики Хакасия. Трое суток в заложниках. Почему зверей не выпускали из автомобильной фуры? Мэрок Булатов все-таки подписал документ о внедрении новой схемы теплоснабжения, а в городе активно заговорили о его скорой отставке. И зубодробительный конфликт с соседей. Что не поделили пенсионерка и семья зуботехников? Трое суток в клетке в автомобильной фуре. Именно в таких условиях находились животные, которые приехали к нам из Москвы на новое цирковое представление. Один из четвероногих артистов, европейский муфлон или дикий баран, сейчас на грани жизни и смерти. Его укусила пума. Под угрозой оказалась жизнь и других животных. Виной всему конфликт между заказчиком перевозки животных и исполнителем. Они не заключили договор об оплате. Транспортная компания отказалась уезжать и выгружать животных, пока не получат деньги. А заказчики отказывались вести переговоры с шантажистами. Пожалуйста, оплатите полностью сумму и животные выйдут. Вам даже компетентные органы сказались на сегодняшний день. Оплатите и животные выйдут. Они говорят, чтобы я заложила машину, квартиру под 10% и немедленно отдала сумму, которая превышает на сегодняшний день сумму больше 100 тысяч. Давай, давай, давай. Тогда уже этим двум сторонам придется совсем не сладко. И там судебные иски уже будут от государственной структуры, они будут очень серьезные. И к другим темам выпуска. Сегодня глава города Эдхам Акбулатов подписал постановление и направил схему теплоснабжения Красноярска на утверждение в Министерство энергетики России. Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии сегодня. Напомню, этому решению предшествовали публичные слушания, которые состоялись на прошлой неделе. Голосов против новой схемы теплоснабжения было на 50 больше, чем за. Мэр пояснил, что схему отправили на утверждение с учетом доработок и замечаний по итогам обсуждений. Также в Министерстве еще раз будут рассматриваться экологические, энергетические и экономические аспекты схемы. А администрация города намерена принять активное участие в процедурах ее обсуждения в Москве. В этом году в Министерстве было принято решение о том, что необходимо дать возможность сохранить альтернативные источники теплоснабжения города Красноярска. Но при условии, что эти альтернативные теплоисточники, помимо крупных ТЭЦ, которые у нас работают в городе, условие заключается в следующем. Эти альтернативные источники должны быть конкурентны по своему тарифу. Все альтернативные котельные, которые намерены продолжить свою работу, должны предоставить в администрацию города инвестиционную программу. Затем ее необходимо утвердить в Министерстве энергетики края. Если эти решения будут приняты, новую схему теплоснабжения, возможно, откорректируют. Некоторых депутатов городского совета возмутило то, что принятие решения несоответствующих мнений большинства красноярцев стало практикой. За одну неделю два примера. Обсуждение схемы теплоснабжения и отмена прямых выборов мэра. Сегодня депутаты направили запрос к главе Красноярска, в котором попросили провести проверку законности и этичности. Сама процедура общественных слушаний была дискредитирована таким подходом. Есть законы местного самоуправления, где прямо говорится о том, что общественные слушания служат для выявления и учета мнения граждан. Кстати, сегодня глава города ответил на вопрос по поводу его якобы предстоящей отставки. Информация об этом активно обсуждается в Красноярске последний месяц, в том числе в коридорах власти. Мэру пророчат повышение в Москве. Пешеходный мост в районе комбайна строителей никому не принадлежит. Но уже позже объект должны будут передать на баланс муниципалитета. Об этом сообщили в департаменте горхозяйства. Напомню, накануне новости ТВК рассказывали о жалобе жителей железнодорожного района, которые утверждали, что ходят по пешеходному мосту, ходить небезопасно. Доски прогнили, а местами в полу видны дыры. В мэрии пояснили, что пока сложно даже установить, кто строил этот мост и кому он принадлежал. После обследования специалистов будет принято решение ремонтировать мост или демонтировать. Но последний вариант возможен в том случае, если есть альтернативный вариант перейти реку. Если будет понимание, что объект опасен и ходить по нему нельзя, то, конечно, ограждения будут выставляться. А в какое время, ну вот как скоро, специалисты выйдут, оценят опасно, безопасно? В ближайшие дни, я думаю, на этой неделе работы будут проведены. Если объект опасен, то ограждение, безусловно, выставят. Могу сказать вам спасибо за информацию. Она, конечно, учитывается и в том числе помогает специалистам в работе. А сейчас очередная серия проекта Дарья Тарасенко «Соседи». Спасите от соседей зуботехников. С такой просьбой в новости ТВК обратилась жительница Красноярска. Она уверяет, семья стоматологов буквально выкуривает ее из квартиры. А врачи, в свою очередь, заявляют, они уже готовы переехать, лишь бы не встречаться с соседкой. Можно разрешить конфликт миром. Об этом все подробности в проекте «Соседи». А вот идите сюда. Вот отсюда и начнем. Вот, пожалуйста, самая последняя была дыра. И сюда пошла вонь. Значит, вот, пожалуйста, одно. А как пахнет? Бензин, либо, сейчас еще скажу, горелые, головешки горелые, либо окуривает. Вот такое вот. Соседи, говорит Нина Захаровна, действуют точечно. Подслушивают, в какой комнате находится пенсионерка, сверлят дыру и пускают химикаты. По всей квартире женщина насчитала порядка десяти отверстий. А где здесь дырка? А вот это вот, вот они. Где? О. Так это щель просто. Это не щель, это дыра. То есть везде дыры она делала? Везде, по всему периметру. Нина Захаровна забила все отверстия ватой и заклеила скотчем. Но газ, жалуется, все равно идет. Спецкостюма у пенсионерки нет, а спасаться от едких химикатов как-то надо. Поэтому женщине приходится надевать все, что есть. Вот это вот я одеваю на голову. Вот так вот еще вот тут вот, поверх. Ну и плато. И вот так ходите? И так и хожу, и спать ложусь. Вот. И еще вот это вот пальто могу одеть. И в пальто спите? И в пальто. А недавно, рассказывает женщина, сосед придумал еще более изощренный способ, как вытравить ее из квартиры. Пылесосом, что ли, нагнетал воздух холодный с улицы, и мне в ванную комнату. А зачем? Ну, вредит. Издевается. А все началось с того, делится пенсионерка, что она пожаловалась в полицию на шум бормашины по ночам. Говорит, супруги-стоматологи точат зубы, а потом их продают. А они как зубы точат? А у них точильный аппарат, который работает 20 минут второго по 4-5 часов. И вот это все, они это делают. Вы видели? Я слышу. Правда, другие соседи ничего не слышат и с удовольствием пользуются услугами зуботехников. Я знаю, что он зубной, я вот только вставила зубы. А он вам делал? Да. Хорошо делает зубы? Ну, нормально как он. Говорят, что травят газом, бензином. Но меня нет. Откуда тут может быть газ, если у нас электро? Кроме вас никого не травят. Как так? А потому что ко мне проделаны дыры. А почему не дыры? Ну, я же вам показала дыры. А где дыры пока? Где? В каком месте, Нина? Везде у меня, в каждой комнате. Пока мы выясняли, за что соседи мстят пенсионерки, женщина-стоматолог тихо зашла в квартиру. Показывать свое лицо она не хочет. Говорит, постоянные разборки с Ниной Захаровной уже невыносимы. Ну, как, вот надо как-то миром жить. Ну, я не знаю, как с ней жить, Нина. Ну, человек больной, стучит. В 4 часа ночи будет. Ну, как с ней нормально? Ну, Роспотребнадзор приходил за меры делал. Крайздрав приходил. Ну, что, милицию каждый раз вызывали. Ну, кому она только не писала. Ну, что я мог поделать? В полиции, говорят, Нину Захаровну знают давно. За несколько лет пенсионерка обращалась к правоохранителям больше 10 раз. Но ни разу факты нарушения общественного порядка не подтверждались. Все равно реагируем. Возраст обострения, когда происходит, не хватает внимания человека. Как бы родственники у него есть, конечно, как бы приезжают. Но все равно человек одинокий, живет один. Как бы внимания не хватает. Почему не хотите помириться? Вы же соседи. Ну, что, что соседи, надо мной два года издеваться, и после этого я побегу мириться? Нет. Новый детсад в микрорайоне Ботанический. Какую сумму муниципалитет потратит на покупку этого объекта? Бассейны и прогулочные зоны. Как изменится набережная Енисея этим летом? Вопрос с детским садом в микрорайоне Ботанический разрешен. Муниципалитет купит объект за бюджетные деньги. На это потребуется 278 миллионов 614 тысяч рублей. Напомню, в марте новости ТВК рассказывали, застройщик обеспокоился, что администрация города не спешит брать в собственность готовое здание детского садика. Предприниматели даже ставили вопрос о перепрофилировании сооружения под офисы. К слову, в городе существует еще пять готовых помещений для дошкольного образования. И все собственники тоже были бы не против продать объекты городу. На днях конкурс все же состоялся. Чиновники выдвинули условия. Садик должен принимать не менее 300 детей. Из всего списка подошел единственный объект здания в Ботаническом, построенный фирмой ПСК «Союз». Если все пойдет по плану, уже 1 сентября там откроются двери для детей. Четверть миллиарда рублей в год. Сегодня цену новой меры городских властей для ликвидации очереди в детский сад новости ТВК подсчитали вместе с депутатами. Напомню, с осени мэрия предлагает платить по 6 тысяч рублей в месяц матерям, которые не смогли устроить ребенка в дошкольное учреждение. Однако, чтобы получить деньги, родители должны отказаться от очереди. И сегодня мы пообщались с некоторыми матерями, и такая компенсация им понравилась. Так как не все родители имеют возможность тратить 6 тысяч рублей в месяц на развитие ребенка. Я обрадовалась, потому что тогда мы их сможем потратить действительно с пользой. Сейчас в садике не проводится каких-то развивающих занятий, и мы самостоятельно платим вот эти 6 тысяч или даже больше на спортивные секции, на подготовку в школе, развивающие занятия, пластилин и прочее. А здесь мы сможем более рационально использовать время и деньги. Сегодня в Красноярской очереди 5,5 тысяч детей в возрасте от 3 до 7 лет. Компенсация предполагается для детей от 3 до 5, их около 3 тысяч. Если умножить 3 тысячи детей на 6 тысяч рублей, получается 18 миллионов рублей в месяц. Заработает ли эта система в нашем городе? Пока говорить рано. А в ближайшее время набережная реки Енисей на левом берегу изменится так, что узнать ее будет невозможно. Так говорят в администрации. Там презентовали проект обустройства одного из главных мест отдыха горожан. Как видно на эскизах, на набережной планируют возвести сразу несколько объектов для отдыха и благоустроить прогулочную зону. Предлагается создание парковочной среды, спортивных сооружений и даже бассейна с подогревом воды. Большую часть работ закончат ко дню города, то есть к 12 июня. Появится на набережной амфитеатр и торгово-развлекательный центр. Спонсор прогноза погоды в городах нашего края строительная группа SM City объявляет начало продаж третьей очереди на южном берегу. И о погоде в Красноярске. Прогноз погоды в нашем городе представляет салон Штор Тач. Не пропустите выгодное предложение. Шторы всего 200 рублей за метр. Завтра в нашем городе ожидается пасмурная погода. Северо-западный ветер 1 метр в секунду и утром температура воздуха составит 10 градусов. Днем, естественно, потеплеет. Воздух прогреется до плюс 18. Атмосферное давление будет 735 миллиметров ртутного столба. К вечеру еще немного потеплеет и будет плюс 19 градусов. А вот ночью ожидаются дожди и плюс 12. Ну а прямо сейчас немного полезной информации. Я напоминаю, что вы смотрите ночные новости ТВК. И нам пришли несколько смс-сообщений. В основном все сообщения, которые сегодня приходили по делу Дмитрия Когана. Итак, вот одно из них. У Когана права надо было отобрать еще после езды на набережной. И другое сообщение. Посадить может поумнее, то другим неповадно будет. И дай бог, чтобы его простили родственники погибших девушек. Я напомню, что сегодня в новостях ТВК мы рассказывали о том, что состоялось сегодня очередное слушание дела Дмитрия Когана. И сегодня Дмитрий Коган спустя 9 месяцев наконец признал свою вину. И мы об этом показали большой сюжет. Вы можете его посмотреть на нашем сайте tvk6.ru уже сегодня вечером. Ну а прямо сейчас наш выпуск завершен. Вы можете отправлять ваше смс-сообщение и дальше. Завтра мы их обязательно зачитаем. Спасибо, что эти полчаса провели вместе с нами. Я напомню, телефон редакции новостей ТВК 265 45 00. Адрес в интернете tvk6.ru. Всего хорошего. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова